Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, разрешите вам представить свою работу на тему современной методы лучевой терапии в лечении рака молочной железы. Но для кого не секрет, что большинство пациентов, которым суждено было заболеть данным заболеванием, нуждаются в проведении лучевой терапии в той или иной степени на том и ином этапе их лечения. Лучевая терапия позволяет в разы снизить риск локориогенарных рецидивов, тем самым положительно влияет на общей выживаемости. Вне зависимости от того, есть поражение регионарных лимфоузлов или нет поражения регионарных лимфоузлов, пациенту показано выполнение облучения после органсохраняющей операции, то есть облучения оставшейся ткани молочной железой. Если при этом есть поражение регионарных лимфоузлов, к этому еще добавляется облучение зон регионарного лимфоотока. Также это позволяет в разы снизить риск локорегионарного и благоприятно влияет на общую выживаемость. В данном исследовании продемонстрировано, что если после облучения оставшейся ткани молочной железы провести еще буст, то есть добавку на ложе опухоли, то есть ориентируясь на послеоперационный рубец, либо на установленные внутри ткани боемаркеры в ложе опухоли, это позволяет еще больше добиться положительного результата в виде уменьшения рецидива заболевания. И тем самым у врача-радиотерапевта, когда он выбирает с помощью как же провести этот буст, как же провести эту добавку на ложе опухоли, перед ним встает вопрос, с помощью чего это сделать, либо с помощью дистанционной лучевой терапии на линейном ускорителе, с помощью электронов, фотонов, либо с помощью внутритканевой лучевой терапии. На данном слайде продемонстрировано исследование, тут сравнивали объемы облучаемых тканей молочной железы относительно электронов, фотонов, это лечение на линейном ускорителе, либо с помощью внутритканевой лучевой терапии. И оказалось, что объем облучаемых тканей в разы ниже при облучении с помощью брахиотерапии, и тем самым частота рецидивов оказалась как раз таки в этой группе ниже, чем у тех пациентов, которым проводилось облучение с помощью линейного ускорителя. Кому же все-таки этот буст проводить? Наши коллеги по изучению рака молочной железы разделили таких пациентов на три группы высокого промежуточного риска и высокого риска. Вот о низком риске рецидива поговорим чуть позже. Как раз таки самый высокий риск, это зачастую молодые женщины, у которых имеется близость к краям резекции опухолевой ткани и трижды негативный потип. Таким пациентам даже рекомендуется увеличение дозы на ложе опухоли. Между тем, мы не должны забывать, что лучевая терапия – это не такой уж безопасный метод лечения. Мы видим, что на данном исследовании нам показали, что каждый дополнительный грей на миокард увеличивает риск сердечно-сосудистого заболевания, а именно ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, на 7,4% в интервале от 5 до 20 лет после проведенного курса лучевой терапии. При этом, имела пациентка заболевание сердечно-сосудистой на момент лучевой терапии или не имела – это уже не играет никакой роли. Также, если сравнивать нагрузку на критические органы здоровой ткани, если сравнивать дистанционную лучевую терапию, внутритканевую лучевую терапию, то достоверно и на легкое, и на сердце, и на кожу доза приходится при выполнении брахитерапии намного меньше. В настоящее время сейчас набирает обороты выполнения парциальной лучевой терапии, то есть частичного облучения ткани молочной железы как основного метода лучевой терапии. Это очень модное исследование, потому что оно позволяет в разы снизить сроки облучения и снизить нагрузку на критические органы. Тем более, что парциальную лучевую терапию зачастую мы пациентам проводим как раз-таки из той группы низкого риска рецидива заболевания, зачастую это пациенты уже возрастные, то есть там где-то после 60 лет, с благоприятными по типам ракомолочной железы и с расстоянием резекции менее 2 мм. На данном слайде продемонстрировано исследование, где исследовали группу пациентов, которым проводилось классическое облучение оставшейся ткани молочной железы и парциально внутрисканевая лучевая терапия. И различий в безрецидивной выживаемости не было получено. Это исследование Будапештское, которое было на прошлом слайде, послужило причиной инициации нового исследования, где было уже более 1300 пациентов. На аналогичные группы разделили пациентов, и также тут мы не увидели достоверных различий в частоте возникновения рецидива молочной железы, тем самым парциальная лучевая терапия с помощью внутритканевой лучевой терапии доказала свою эффективность и заняла свою определенную нишу среди методов лучевой терапии. Кому же мы проводим парциальную лучевую терапию? Я уже сказала, что это женщины после 50 лет, 50-60, с опухолью менее 3 см, с чистыми краями резекции, то есть расстояние более 2 мм. При этом рецепторный статус не имеет никакого значения. Как же мы должны визуализировать это ложе опухоли? Это зависит напрямую от хирургов, то есть от онкологов, которые проводят хирургическое органсохраняющее лечение. Потому что во время операции они должны установить в края резекции внутритканевые метки. Тем самым врач-радиотерапевт, проводя катетопометрию, он увидит, где же истинное расположение ложа опухоли, основываясь на внутритканевых метках. В нашем институте в отделении радиотерапии для нас проведение внутритканевой лучевой терапии и в качестве буста, и в качестве парциальной лучевой терапии, сейчас достаточно рутинный метод. Мы на сегодняшний день внутритканевую лучевую терапию в качестве буста провели более 350 пациент, компарциальную лучевую терапию провели более 50 женщин. Если поговорить о этапах, то чтобы понять, где же все-таки накожно расположены внутритканевые метки, мы устанавливаем накожные метки на послеоперационный рубец, проводим катетопометрию. Относительно накожных меток визуализируем в ткани молочной железы метки, обрабатываем пациентку, так как это все-таки инвазивная методика, устанавливаем первый интрастат и после этого проводим дополнительную катетопометрию. Относительно уже установленного интрастата понимаем, в какой объем ткани нам нужно установить интрастаты, чтобы покрыть всю ткань молочной железы, где расположены внутритканевые метки. Устанавливаем специальную брахиотерапевтическую решетку, вот она видна. Расстояние между отверстиями в этой решетке составляет 5 мм, тем самым мы можем корректировать расположение интрастатов, но для себя мы решили, что мы их устанавливаем с интервалом в 1,5 см, тем самым мы добиваемся хорошего покрытия дозы. После того, как мы установили все интрастаты, мы устанавливаем на каждый интрастат специальные фиксаторы, которые тем самым сводят к минимуму подвижность интрастата в ткани молочной железы. Мы загружаем специальную планирующую систему скрины катетомометрии и планируем непосредственно самооблучение. На данном слайде продемонстрируем скриншот с планирующей системы. Мы видим, что максимум дозы у нас как раз-таки непосредственно в ложе опухоли, то есть в той ткани молочной железы, где расположены метки. И после этого мы непосредственно проводим сеанс лучевой терапии, то есть вот он аппарат брахитерапии, подсоединяем каждому интрастату аппарат и по очереди через каждый интрастат проводится облучение с определенной глубиной, с определенной интенсивностью. Сколько же сеансов мы проводим пациентам? Если все-таки мы проводим парциальную лучевую терапию, то как основной метод лучевой терапии частичного облучения, то мы проводим 8 сеансов. В понедельник с утра мы пациентам установим интрастаты, первый сеанс проводим в понедельник вечером и 8 сеанс мы проводим в пятницу утром. Во вторник, в среду и в четверг по 2 сеанса, в пятницу утром 8 сеанс. И на этом мы удаляем интрастаты и все знакомство пациентки с лучевой терапией на этом заканчивается. То есть буквально 5 дней. Если все-таки мы проводим внутритканевую лучевую терапию в качестве буста, добавки на ложе опухоли после курса дистанционной лучевой терапии, то тут мы основываемся на краях резекции. Если края резекции менее 2 мм, то есть риск рецидива у пациентки из-за этого повышается, мы проводим 3 сеанса. Если более 2 мм, то мы проводим 2 сеанса. Все это лечение занимает у пациентки порядка 1-2 дней. Все-таки в конце того, что сказала, хочу сказать, что доказана эффективность парциальной лучевой терапии и буста на ложе опухоли с помощью внутритканевой брахитерапии. Минимальные риски осложнения и за счет уменьшения объема облучения местного, и за счет нагрузки на соседние органы и ткани. И в итоге мы имеем хороший косметический эффект у пациента. Дополнительно я даже хотел сказать, что после того, как мы достаточно уже большое количество пациентов пролечили, мы стали смотреть, насколько же укладываются внутритканевые метки в проекцию послеоперационного рубца. Вот мы видим накожные метки, то есть мы здесь видим линейный послеоперационный рубец, и голубыми стрелочками видим накожные метки, и красными стрелками мы видим внутритканевые метки. Тем самым мы в 2-3 случаях увидели, что внутритканевые метки не находятся в проекции накожных меток, то есть не находятся в проекции послеоперационного рубца. И как ранее у нас, также мы ранее основывались на послеоперационный рубец, когда подводили буст, получается это неправильно. То есть если мы видим пациентку без внутритканевых меток, без рентгенологических признаков вмешательства в ткани молочной железы, то есть не видим рубца, и при этом мы видим 10 см послеоперационный рубец, и опухоль по данным гистологии мы видим 1,5 см, то такой пациентке мы не будем проводить добавку на ложу до удаленной опухоли, потому что мы просто не знаем, куда же это делать. Поэтому тут уже, так сказать, это на совести хирургов, чтобы они маркировали ложу опухоли для более правильной работы радиотерапевтов. Если говорить о лучевой терапии местно распространенного рака молочной железы, то лучевая терапия, конечно же, и в комбинации с гормонотерапией, и в комбинации с химиотерапией улучшает показатели выживаемости безрецидивной общей. Вне зависимости от того, если у пациентки есть хотя бы один пораженный регионарный лимфоузел и выполнена мастектомия, нужно проводить облучение оставшейся ткани, мягкие ткани переднегрудной стенки и зон регионарного лимфоотока. Если говорить о неодювантной химиотерапии, то и как для хирургов, и также для радиотерапевтов неодювантная химиотерапия нам развязывает руки в плане того, что тем самым мы понимаем, можем выделить ту группу пациентов, у которых достаточно низкие либо высокие риски рецидива. На данном слайде мы видим, что большая часть рецидивов возникает непосредственно в ткани молочной железы послеорган, сохраняющих операции, ну и в послеоперационном рубце, если опухоль более 5 сантиметров. Если говорить о возрасте, то выше риски возникновения как раз таки у молодых, чем у возрастных. И в отличие от патоморфологического регресса, мы можем разделить пациентов на тех, у кого все-таки достаточно низкие риски, это у тех, у кого мы смогли достигнуть полно патоморфологического регресса. Как же мы можем понять, выделить ту группу пациентов, у которых достаточно низкие риски рецидива заболевания? Мы можем это сделать с помощью мамы с антиграфией. Это тот метод исследования, который нам позволяет и диагностировать рак молочной железы, и оценивать эффективность проводивания неодевантной химиотерапии. То есть с точностью более 93% мы можем сказать, получили мы регресс у патоморфологический, либо нет. То есть это такой предиктор гистологического исследования. Тем самым мы можем самое же увидеть и по лимфатическим узлам, по мамы с антиграфией. И тем самым мы с помощью мамы с антиграфией, с помощью антиграфии, можем выделить ту группу пациентов, которых мы смогли достигнуть полного клинического регресса, и у этой группы пациентов рассмотреть вопрос о уменьшении хирургического вмешательства и в молочной железе, и в региональных лимфоузлах. Мы на самом деле, у нас в институте в настоящее время, у нас будет исследование о нехирургическом лечении пациентов с полным клиническим регрессом в молочной железе, и таким пациентам мы не будем рекомендовать хирургическое лечение, а будем проводить облучение оставшейся ткани молочной железы и зонд регионального лимфоотока. Ну, так как время у меня закончилось, это кратко, и последний слайд я хочу тут показать, публикация 2019 года, где мы видим количество пациентов относительно нозологии, кому рекомендована, кому нужна лучевая терапия. Среди молочной железы это 87% пациентов, которым нужна лучевая терапия в плане комбинированного лечения. Спасибо. Продолжение следует...